Вопрос, является ли Армения гарантом безопасности Арцаха и обязана ли вмешаться, становится фундаментальным. На синхронной пресс-конференции Пашинян и Алиев, а в невидимом режиме, Песков заявили, что все три стороны готовы подписать мирный договор, так и не сказав, кто помешал подписать его до конца прошлого года, если все были согласны. Выступила Мария Захарова, напомнив Пашиняну, что его согласие с Алма-Атинской декларацией означает признание Арцаха в составе Азербайджана. Руководство Арцаха в ответ выступило с заявлением о том, что будет бороться за свои права, и Арцах не намерен сдаваться, выразив несогласие с позицией официального Еревана, не упомянув в Суе Захарову ее заявление. При этом госминистр Арцаха отметил, что не станет критиковать российских миротворцев, а будет добиваться для них мандата. Пашинян в ответ заявил, что руководству Арцаха не следует делать заявлений, которые будут нагнетать эскалацию. Спикер Аллен Симонян отметил, что если Армения вмешается в обсуждение Бердзорского коридора, то Баку потребует Зангизурский коридор. Депутаты от власти призвали Степанакерт поговорить напрямую с Баку, видимо, подразумевая, что если Арцахцы хотят картошки и памперсов, то пусть подчиняются требованиям Баку. В Арце Айо отметили, что их борьба не против блокады, а за право свободно жить на своей земле. Баку в ответ отключил интернет Арце Аху. Мы осознаем все последствия, которые вытекают из взятой нами политической линии, и вновь подтверждаем нашу позицию, что суверенитет Арцаха и право жить свободно и независимо на исторической родине являются абсолютными ценностями. Никакое принуждение или угроза не могут удержать нас от нашего решения продолжать борьбу, говорится в заявлении Совета безопасности Арцаха. Руководство Армении говорит, что делает все зависящее от себя для предотвращения гуманитарной катастрофы. Но отказывается обратиться к ООН или другие инстанции с призывом направить многонациональные войска в Арцах. Ереван также не обсуждает возможность признания независимости Арцаха или выполнения решения 1989 года о воссоединении. Вопрос, является ли Армения гарантом безопасности Арцаха и обязана ли вмешаться, становится фундаментальным, поскольку от ответа на этот вопрос зависят дальнейшие опции. За два года после войны Армения и Арцах так и не выработали совместной концепции и дорожной карты. Между тем, первое совместное заседание Советов безопасности Армении и Арцаха после смены власти в 2018 году состоялось 12 марта 2019 года. В итоговом сообщении говорится, обеспечение безопасности и статус Арцаха были и остаются наивысшими ценностями для армянских сторон. На втором заседании 23 декабря 2019 года Никол говорил больше о бархатной революции. Все фундаментальные документы по урегулированию конфликта либо содержат ссылку на участие избранных властей Арцаха, либо одобрены представителями избранных властей Арцаха. Более того, я думаю, что все поняли, что у Карабахского конфликта нет военного решения. Еще одно заседание состоялось 19 июня 2020 года после формирования новой власти в Арце Айо. Несмотря на довоенные заявления Пашиняна, что народ Арцаха его не выбирал, поэтому он не может за него решать, 9 ноября он подписал трехстороннее заявление, уступив земли, на которой не распространяется юрисдикция РА. Теперь Пашинян говорит, что неправомочен вмешиваться, так как это дело Москвы и Баку. Продолжение следует...